Дема пожарник. Дема пожарник. А ну сделай папе иу, давай. Иу, иу, ля, ля, ля. Куми, куми. Иу, иу, куми, куми. Почему говорят, что компрессор недостаток шумный, но он делает то, что за 2 минуты, за то, что делают все по 5-10. Не знаю, насколько это правда. У нас Дема пожарник. Пожарник мазточки. Ой-ой-ой, как мы кашли ем. Бофы, бофы. Ой, Дема, кашель. Девчонки, всем привет. О боже, мои дети такие больные. Я вместе с ними, но у меня хоть нос, я не сильно кашляю, я так чуть-чуть. Это влог подготовка к отпуску. Но как-то все идет через... Так, чтобы не грубо высказаться, через кривые руки, наверное, так скажу. Как-то все так не вовремя получается. Дети болеют, им уже по работе не получается. То есть времени там, короче, не хватает. Для отпуска надо работать. Уже мы купили тур на 2 недели в Египет Шарм-эль-Шейх, гостиница Аврора. Мы в Авроре ни разу не были, мы не знаем. Я по картинкам выбирала. Муж говорит, я полностью доверяю тебе, поэтому, если вдруг что-то будет не то, то вся ответственность на мне. На мне. Повторяю теперь все у нас с Демой. Но что меня отпуск всегда радует. И к нему, конечно же, сейчас мы едем готовиться. Ну как готовиться? Дему стричь, маме педикюр, Ники маникюр. В общем, такое. Едем мы через 2 дня. Не, не через 2, через день. И у нас ничего не готово, кроме Доминикиного чемодана. То есть мы с Никой чуть-чуть, как бы, более-менее ее сложили. Ни мужа, ни Демы, ни себя я не собирала. А у нас вещи, естественно, ну, они лежат отдельно, то есть в летних вещах. Это надо сейчас все перебирать. Но это тоже не проблема. Я вещи быстро складываю. Разбирать только их не люблю. Проблема в том, что Демка сильно кашляет. Ника кашляет уже 2 недели. Я больная 2 недели. И самое интересное, ни колеса нам не помогают. Ну, то есть Демка только заболел. Предыдущий влог я рассказывала, показывала. Мы купили ингалятор. Сейчас полностью на лекарствах. Но просто сама ситуация. То есть ингалятор надо брать с собой. Все лекарства брать с собой. На всякий случай надо брать с собой антибиотики. Если вдруг что. Как-то мне уже отдыхать не хочется. С таким отпуском. Ну, то есть с таким настроем. Хотя я себя бодрячком стараюсь держать. Вот. Ну, в общем, короче. Куча всего таких маленьких вещей, о которых говорить даже не хочется. Но они тоже расстраивают. Поэтому я стараюсь держаться духом. Но вот то, что у меня Демка ночью не спал. Почти не спал. Он разбудил нас своим кашлем. И ребенок кашлял через каждые 15-30 секунд. Потом, вот. Потом через каждую минуту. Потом через две. А потом как бы затих и уже уснул. Но это было в 5 утра. С 5 до 9 мы спали. Ника пропустила школу. Потому что мы все проспали. Будильник никто не слышал. Вот. Поэтому не знаю я. Если честно, я бы такая была возможность. А у нас такой возможности нет. И я бы, наверное, перенесла отпуск. Как-то хочется лететь уже здоровыми. Тем более, знаете как? Еще стресс для организма, смена климата. Здесь холодно, там тепло. Я не знаю. Я решила вам в видео чуть-чуть, можно сказать, поныть. Пожаловаться. Может быть, меня действительно попустят. И за эти... За один полный день, полтора дня, все придет в норму. Более-менее. Сейчас мы едем в салон красоты. Демку будем стричь. И я вот не знаю как. Обычно мы просто убираем длину. И у него обычная такая мальчащая стрижечка. Сейчас я подумала, что может быть стоит сделать чуть короче. А как короче, не знаю. Почему? Будет купаться, чтобы волосы не были мокрые. Лучше пусть он будет без волос. Но лишать ребенка вообще волос я не хочу. Поэтому я не знаю. Может быть, что-то мастер предложит. Может быть, сделать... Везде это убрать, а оставить только хохолок. Вот. Я уже маникюр сделала. И сейчас хочу на ножках сделать то же самое, что на ручках. Что еще? Вещи надо собрать. Я, кстати, закупилась аптечкой. По рекомендации врача я говорю, вот мы уезжаем, скажите, что нам надо, если вдруг что. И врач полностью рассказал, что желательно. Я вам в этом же видео, не в отдельном, в этом, я вам покажу, что я собрала. Кое-что еще надо докупить. Что я собрала. Я думаю, что может быть кому-то это будет полезно. И через... Чуть больше, чем через месяц, через полтора месяца, 17 марта, я лечу на Шри-Ланде. Сама, одна. С группой мы будем... Я уже говорила, мы будем заниматься йогой. И я уже вас призывала присоединиться. Так что, если что, присоединяйтесь. Это я к девочкам, к мамочкам, которых мужья могут отпустить. Можно сказать, так релакснуть. Рыцарь. А ну давай все свои сокровища. Ура! У нас есть сокровища. Кстати, в салоне есть детская комната. Копчинская! Сейчас, пока я буду... Ну, мне будут делать педикюр. Демка тут поиграет. Я взяла вкусняшку. Да? Да, вкусно! Вкусно, да, Демка? Да. Я даже сейчас тебе не переживаю, если так у них. Здорово, как раз. Обзавалово! Так все понятно, что ты сказала. Ладно. Вы тогда тут оставайтесь, а я пошла наводить красоту. Меня тут уже укрыли. Меня тут... Вот. Я обожаю, когда ножкам тепленько. И... Еда. Сейчас все чаек принесут. И все. Можно отдыхать. Я, кстати, предыдущий раз, когда был педикюр, я уснула. Прям уснула. Маринка смеялась, сфоткала меня. Если я найду, ставлю фотку. Вот. Все. Я релаксую. Потом обязательно включусь дома. Сегодня, завтра. Еще кое-что расскажу. Вспомнила. У меня сегодня очень-очень много дел, а я, как назло, вообще раскисла. Даже не сам факт, что раскисла, я чувствую себя нормально, а голос. Я начала делать ингаляцию вместе с детьми. И это была глупость. Я не кашляла, думаю, нос полечу. И мне написали, девочка написала в инстаграм, что делать ингаляцию без кашля нежелательно. Вот. И объяснила, почему. Поэтому сейчас я с таким голосом. Надеюсь, это скоро пройдет. Молоко я не пью, поэтому мне, не знаю, чем лечиться. Чай с лимоном, наверное. Облепиха. Хочу показать вам, как я подготавливаю кожу к перелету, к жаркой стране. Как жаркой? Ну, мы же летим в Египет, то есть там температура будет где-то 25. Но в любом случае для кожи, для организма это стресс. С холода, с мороза сразу в тепло. Поэтому, что я сделала? Кожу я подготовила таким способом. Вот. Есть у меня вот такая вот вещь. Это пилинг. Пилинг кислотный. Он очень нежный такой. Ну, вы его, в принципе, не ощутите на коже. Вы подумаете, что, наверное, он не особо-то и работает. А он реально очень классно работает. Кожа становится очень гладкая и светлее. Потому что этот пилинг кислотный, он убирает роговевший слой. В общем, очень хорошо как раз перед такими поездками. И не важно, в какую страну вы летите. Да и вообще, он очень хороший. Также у меня есть вот такой вот крем. Может быть, даже я возьму его с собой. Он... Ой, как сложно разговаривать. Он как раз для теплой страны. И у меня есть разные тут масла. И я возьму с собой. Сейчас вам покажу. Вот это вот масло. Опа. Оно специально, ну, как бы защита от солнышка. Оно защищает кончики волос. Не только. Все волосы защищает от солнышка. Лак мая. Это... Мне Танюша подарила. На встрече с подписчиками. И я ей очень благодарна. Очень классная вещь. Хорошая фирма. Вот. Но я еще ничего не собиралась. Сегодня вечером буду собирать. И вот думаю, снимать видео или не снимать. Потому что девочки меня просили, говорят, если будешь куда-то ехать, снимай сбор чемоданов. Но у меня не хватает времени. Но я очень-очень постараюсь. Пока Дема спит, я уехала. Еду сейчас в центр. Я уже говорила, по-моему. Мне нужен спортивный костюм от Кабанчиком. Магазин на бассейне находится. Я сейчас туда еду. В центр не люблю ездить, но понимаю, что надо. Хочу померить. Не могу определиться с цветом. Вот думаю, может быть или темный черный, или молочный, или белый. У меня есть спортивный костюм от Кабанчика, но только он из хлопка. А я хочу флисовый. Чтобы в самолете было тепло, и вообще хочется чего-то уютного и теплого. Вот. И Демке я тоже купила спортивный костюм. То есть у него один был, но я решила, что нужен еще один тоже флисовый. И я заказала через интернет, хотя сглубила. У девчонок же есть и на детей костюмы, и на мужчин костюмы. Но моего мужа просто не вытащишь с работы, чтобы он примерил. У него такая фигура нестандартная. Он когда-то занимался спортом, и вот одежду, если честно, очень сложно подобрать, надо реально мерить. Я еще вещи не собирала. Но у меня еще завтра, то есть мы завтра улетаем, завтра у меня стрижка. Я такая подумала. Я вроде бы не суеверна, но вроде бы нельзя стричься в дорогу. Или я ошибаюсь, или это я что-то не то придумала. Ну, в любом случае, я завтра буду стричься. Ну, как стричься, я буду обрезать длину чуть-чуть. Посеклись у меня кончики, и вот они прямо уже требуют, чтобы их обрезали. И что еще? Я не успела сегодня половину из того, что написала. В банке очередь. Хоть у меня и карточка там типа голд, но на самом деле эти карточки раздают всем подряд. Я про приват. Поэтому очередь из таких же, как я. Я решила не ждать. Думаю, ладно, позвоню, узнаю. Будут делать переконвертации, если я вдруг что-то захочу купить. Что еще? В больницу я так и не попала. Надо мне проколоться. Зато сняла вам два видео. Одно видео, то есть как бы оно одно, но я его разделю на два. Одно про шампуни и бальзамы с масками, а второе про масла и спреи. Чтобы просто не затягивать, лучше пусть будет два коротеньких. Также сняла видео про свой гардероб, одежду, то есть покупки, что я купила. И, кстати, сегодня заехала за спортивным костюмом другим, то есть на новую почту. Я сначала заказала через интернет спортивный костюм, а потом опять же вспомнила, почему я не еду в магазин кабанчиком, потому что там реально крутые спортивные костюмы. Поэтому еду сейчас и туда. Поэтому у меня будет два спортивных костюма. Что-то один такой. Не очень он из интернета и он, как говорится, на сезон. Но я думаю, там он тоже пригодится. Девчонки, я уже дома и хочу вам показать то, что я поназаказывала, то, что мне прислали. Это приехала с Харькова. Мои для зубов капы сняли с меня мерочки. И в капы я буду вот этот вот раствор для отбеливания 10% выдавливать. И ходить там на протяжении 40, например, минут. Так как я, можно сказать, недоотбелила, то буду делать это уже дома. Вот этот у меня 15% и 2 шприца по 10. Вот. Фирма, вот читайте. Можете, если вам интересно, остановить видео на этом моменте для того, чтобы записать. А то у меня многие спрашивают, чем я отбеливала. Ну, я у врача еще точно спрошу. Она мне ссылочку, по-моему, где-то бросала. Вот. И я вам отвечу. Потому что многих интересует. Может быть, даже сниму отдельное видео на эту тему. Потому что многим интересно. Я, кстати, как-то так случайно у меня получилось отбелить зубы. Ну, реально вот просто. А давайте отбелю? А давайте. Ну и все. Поэтому я даже видео не смотрела, каким методом лучше отбеливать. Так. И сейчас открою капы. Покажу вам спортивные костюмы. Это детские я заказала. А это заказала взрослый. Я просто думала, что я до кабанчиков. Вот. Я не доеду. Вот мой костюм от кабанчиков. Ура! Он такой классный-классный. Такой мягенький. В общем, очень-очень суперовый. И полечу уже в нем. И так вообще в нем, как говорится, и в мир, и в пир. Он очень красивый, очень мягенький. Ну, то есть очень удобный. Так. А этот заказала на всякий случай. Думала, если вдруг я не успею вырваться, то хотя бы в чем-то полететь. Потому что тот спортивный костюм от кабанчиков, который у меня есть. Предыдущий. Такой коралловый цвет. Он такой, как бы, можно сказать, более летний. Вот. Приехала моя кривая. Нижняя челюсть. Так, в принципе, она неплохо смотрится. Но если вот так вот посмотреть сверху, то вот эти вот зубы развернула. И из-за этого, конечно, внешний вид не очень. Вот сюда вот я сейчас вам покажу. Наливаю раствор и надеваю на свои зубы. И вот так вот можно делать и их отбеливать. Вот такой вот спортивный костюм. Да, качество неплохое, в принципе. Это хлопок, что не может не радовать. На коленках такие крестики. Он идет еще с шапочкой. Вот в комплекте. И кофта без капюшона. Вот такая вот. Ну, для Демида я его тоже, как бы, для самолета, чтобы было удобно. У него есть один спортивный костюм. Мне он очень нравится. Классное качество. Вот. Но я посчитала, что лучше иметь два. Когда между два костюма один испачкался, второе дело тут постирала. То есть удобно. А так, в принципе, возьму всякие брючки, кофточки. Но я вот думаю, наверное, сниму видео, что я малому с собой возьму. И что возьму себе. Ну и вот наша аптечка, которую я собрала. Как я ее собирала, я уже говорила, что я консультировалась с врачом. Я вот пришла и говорю, мне надо. Мы уезжаем. И он порекомендовал взять такие вещи, как регидрон смекта. Я взяла токсил и еще смекту доберу. Это если вдруг отравление или что-либо такое. Обычно я такую аптечку за собой не вожу. И вообще аптечку почти не вожу, если мы отдыхаем с мужем вдвоем. Но так как дети, хотя мы с Никой тоже отдыхали, у меня была аптечка для нее. Но не настолько прям масштабная. Но с Демой мы летим за границу первый раз. То есть по Украине мы часто ездили. А вот так, чтобы не было в доступе наших именно лекарств, такого не было. Поэтому я решила взять все свое на всякий случай. Так вот, еще возьму, тут нету, свечи такие от температуры, ну, анальдин или нурофен, что-то такое. У меня они есть в холодильнике, но я их возьму уже перед выходом. Ну и начнем, наверное, отсюда. Это антибиотик, он в таблетках. Здесь 500 миллиграмм. И врач говорил, что надо было взять 625. Но 625 не было, было только 500. Это антибиотик для взрослых, который общего действия. Ну, такой, можно сказать, не сильно такой убивающий. Дальше это ампулы. Ампулы на всякий случай дексаметазона. Я взяла прям много ампул. Вообще, на самом деле, достаточно одной-две. На тот случай, если вдруг будет температура у взрослого или какая-то аллергическая реакция у взрослого или у ребенка, такая прям конкретная, то можно вколоть дексаметазон. Вот. Получается, что 5 ампул я взяла. Больше, по-моему, даже. Да, больше, 6 взяла. Один кубик. Это для Демы. Два кубика, это если для взрослого человека. И шприцы. Пробис. Пробис мы пьем. Это для демида, для микрофлоры кишечника. Вот. Это тоже антибиотик, который я, в принципе, даю Деме, если... Ну, как я даю. Если врач прописывает. Вот мы, по-моему, два раза уже его когда-то пили. Это флимоксин салютап. Вот. Здесь как раз на случай, если вдруг... Вот мы сейчас все больные. И если мы не поправимся, у него начнется подниматься температура несколько дней, то я начну давать антибиотики. Я проконсультирую с врачом, буду заговаривать. Взялаж у него номер телефона одного и второго на случай, если, в общем, надо будет позвонить. Дальше это я вам рассказала. Нурофен. Ну, нурофен вы все знаете. Каждая мама знает этот препарат. Жидкий сироп от температуры. Пантенол. Если вдруг ребенок обгорит, но я этого не допущу, потому что у меня здесь два средства. SPF 50, LR и Avon. То есть я буду деток мазать, ну и в принципе я всегда сама прячусь от солнышка. PSILA-бальзам. Это от ожогов, от укусов комаров. Когда детвора начинает чесать, например, если какая-то живность укусила. Но насколько я знаю, потому что мы в Египте уже были миллион раз, и там особой живности никакой нет. Все это травится, ничего нет. Это салфеточки для уколов. Вот они уже в спирте. Перекись водорода, если вдруг кто-то поранится, и надо будет обработать ранку. Все это на самом деле, вот такие вот вещи, они есть и в отеле. В аптечке там лежат, но в общедоступной. Но я решила, что мне будет спокойнее, если у меня все это будет. Дальше. Диазолин. Диазолин я использую довольно часто. Ну как часто? Бывает такое, что у малого красные щечки, и я могу дать ему одну таблеточку диазолина. То есть по рекомендации врача это допускается. У нас такое бывает на фрукты, когда он переел, можно сказать, цитрусов, или когда молочку переел. У него, я как бы ввожу ему, но у него аллергическая реакция на коровий белок, поэтому бывает, что он молоко перепил или переел чего-то молочного, я даю диазолин. Также врач порекомендовал вот этого средства Софродекс. Его можно и в уши, и можно его и в глаза. Кстати, это даже и в нос можно, врач тоже говорил. Если вдруг продует, у меня просто такой один раз было, даже не один раз, а несколько. И вот последний раз, когда мы с мужем отдыхали, Демке было 4 месяца, мы с мужем улетели тоже в Египет. У меня, я продула себе ухо, и прям очень жутко, мне было неприятно полотдыха. Вот такая вот у меня аптечка. А тут единственное, что я еще взяла дополнительно, это детские пластыри. Вдруг где-то тоже опять поранится, то детский пластырь нам в помощь. Вот, все рассказала, все показала. Вот такая вот аптечка. На самом деле, это довольно много, я это понимаю. И вы мне можете написать, зачем так много. Но мне так будет спокойнее. Вот, правда, прям совсем спокойно. Потому что я уже забыла, как Ника реагировала на отдых. Потому что, ну, насколько я помню, ничего такого у нас не было. Ни температуры, ничего. Может, где-то кто-то что-то укусил когда-то на отдыхе. И это было, по-моему, максимум. Поэтому мне как бы страшновато. На всякий случай пусть это все будет под рукой. Вот так вот я снимаю бьюти-видео. И не только бьюти. Видите, у меня тут такое кольцо. И такая штучка, которая держит телефон. Вот. Девочки, я закругляюсь. Не знаю, меня хорошо видно, не очень. Ай-яй-яй. Сейчас сделаю, чтобы было лучше видно. Я закругляюсь. И завтра поеду, сделаю себе стрижку. Как стрижка? Это грубо сказано. Обрежу 10 сантиметров. До 10 сантиметров. Волос. Откапываюсь. Буду в Египте снимать влоги. Хотя я не понимаю, что там снимать. Мне кажется, каждый день там одинаковый. Вот. Это, как называется, день сурка, да? Но я не оставила вас без видео. Во вторник выйдет день со мной, день выходной с мамой. Как-то так я его назвала. Вот. Он, конечно, без слов. Он под музыку. Но я думаю, что, в принципе, такой формат видео тоже иногда нужен на канале. И сейчас постараюсь как можно больше видео намонтировать, чтобы две недели вы не забыли меня. Надеюсь, что вы меня не забудете. Я вас очень люблю. И до новых видео. Пока-пока.